Японская земля Японская земля Японская земля чья вместимость не превышает 25 человек на борт, не гражданских. Вдобавок хочу напомнить, что японские системы предупреждения являются на сегодняшний день самыми совершенными в мире, так что помощь, понятно, им никакая не нужна, тем более с американской стороны. Да и еще можно тут спросить, успеют ли эти самые грозные титаны эвакуировать хоть одного японца, находясь не около Иакагамы, центрального порта страны, а близ станции Фукусима-1. Вот вам и парадокс века, и мое абсолютное убеждение в будущем далеко не единственное. Казалось бы, все сомнения должны развеять исчезновение всех трех кораблей с экранов радаров сразу после начала событий. Официальный источник сообщает, что разгулявшаяся буря унесла их куда-то в Тихий океан, при этом говорится, что экипажам удалось спастись. Однако с тех пор ни кораблей, ни членов команды никто так и не видел. Да оно и неудивительно, американскую новейшую технику в Тихий океан. Очередная сказочка для отвлечения внимания неискушенных за спиной у других сильных мира сего. Допустим, стихия была настолько злой, что с ней не смогли справиться даже американцы. Да вот как-то неожиданно все судна взяли так разом и исчезли. Да еще и ровно за пять минут до появления первых тревожных весточек с атомной станцией. Вы скажете, совпадение. Ну, кому как нравится. Есть еще один человек, у которого заготовлено насчет присутствия американских кораблей не менее оригинальное объяснение. Так вот что получается. За спиной России, собственно, обладателей курильских земель, Обама тихо отбирает у нее ее же территорию. Действительно, зачем нам холодные войны? Можно просто подкрасться к думдерущимся собакам и отдать зачинщику чужую миску. А затем ее, собственно, у него же и купить. В общем, в игру вступает новый игрок, третий. А роль третьего, разводителя драк, Соединенным Штатам, мягко говоря, брать на себя не впервой. Только вот непонятно, на что рассчитывал американский лидер, зная, что проще поехать к Медведеву с каким-нибудь новым сенсационным процессором в кармане, для российской-то оборонки, нежели домогаться высочайшего разрешения о упрямых японцев. А упрямств им, как известно, не занимать. Даже американцы с их вселенской миссией устроить вселенскую дружбу народов тут опускают руки. Нет, пожалуй, тут другая собака зарыта, совсем другой лопатой и в другом месте. Из переписки двух американских военных можно заключить, что с начала 2008 года Пентагон активно занимается разработкой нового чрезвычайно опасного тактического оружия. Точные характеристики его назначения выяснить не удалось, но имеются ссылки на возможности управления геологическими процессами, также упоминаются некоторые аспекты изменения климата. Вот так-то, а вы говорите. Утверждение, что Америка падет без военной деятельности, получает свое очередное доказательство. Да все гораздо проще. Пентагон скорее удавится, нежели останется без военных программ. А вот вам еще информация к размышлению. После отказа 24 февраля, Америка практически полностью прекратила контакты с японским руководством. Да и вообще как-то в тень ушла. Непривычно, правда? Особенно для Соединенных Штатов. Вы скажете, кризис. Ну, знаете, у кого кризис, а мы дело делаем. Настало время спросить, а какое такое дело, когда Соединенные Штаты, вроде бы, больше всех пострадали от кризиса, который сами же и устроили. А вот с этого места поподробнее. Америка стала печатать больше денег вследствие резкого увеличения количества средств, выделяемых на военные нужды. А деньги, в общем, не шуточные. Счет велся на миллиарды долларов. Нетрудно догадаться, на какие именно военные нужды пошли все эти средства. Забавная история получается. Обобрали всех, и довольный Пентагон остался при своем. А у мира кризис. Ну что ж, денежки получены, можно начинать. Следующим номером должно было стать правильно, испытание. Зря, что ли, доблестные американские ученые старались на украденные-то миллиарды. Вот тут самое время вспомнить про чужую миску. Вопрос ставил только о конкретной цели. И тут мы понимаем, что вопрос, в общем-то, риторический. Посудите сами. Землетрясение в России, это же просто нонсенс. А вот в Японии, хоть сейчас, да еще и в придачу цунами. Хотите такое зрелище? Недолго думали, хотим. Только зачем же уничтожать, Петр Петрович? Отдайте. Еще бы! Еще бы! С помощью моего аппарата вы добудете столько золота и металлов, что мое богатство просто будет обесценено. А я хочу власти! Власти над миром! Хотят это брать? Пусть попробуют! Чем скорее, тем лучше! Весь мир пусть восстанет против меня! У вас в роду душевно больных не было? Представьте себе, нет! Вы становитесь врагом человечества, Гарин. Человечество меня не интересует! Моя цель иная высшая, абсолютная свобода! Да бросьте вы! Ваша цель золото! Ничего нового не выдумали. Только разбудили в человеке алчность и ненависть. В человеке! Ну, Василий, Италий, человек! Что это такое? Это же ничтожнейший микроорганизм! Итак, что мы имеем? Идеальный полигон для испытаний и удачная возможность хоть частично избавиться от мощнейшего, должно вам сказать, конкурента. Да и повод сам собой тут же нашелся до угодничной давности. Выходит, что японский премьер при первой же и последней встрече с новым президентом США не только вызвал гнев правителю вселенской державы, но и любезно предоставил Америке площадку для испытаний. Заметьте, сия роковая встреча произошла в самом начале президентского срока Обамы и, в общем-то, в начале года. Похоже, правильно в народе говорят, как нового президента США, простите, Новый год, встретишь, так его и проведешь. С этой русской поговоркой японскому руководству теперь трудно не согласиться. Однако, до свидания.